Мне почему-то всегда казалось, что отец радуется, не нарадуется, когда его дети вырастают, отпускает их, живите, да радуйтесь и помогает время от времени советом. Ну, помогает, чем может, и радуется тем, что птенцы уже покинули гнездо. Поведение «батьки» для меня в кавычках Лукашенко, это, конечно, немножко не отцовское поведение, но да ладно. Это как раз не мое дело, я хотел бы поговорить об отношении братьев друг к другу и к замене в Ирофистане понятия «союзник» на понятие «вассал». Здравствуйте, друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. Слышу я множество голосов в поддержку Александра Лукашенко. В основном голоса эти раздаются, как ни странно, из РФ. Очень интересно. Одновременно с этим я услышал высказывания деятеля Госдумы, бывшего всякого политолога Маркова, о готовности оказать военную помощь Минску. Ну, имеется в виду не Минск и не Минчане, а имеется в виду режим Александра Лукашенко. Одновременно с этим я слышу действительно обеспокоенные голоса о том, что мы не хотим базы НАТО под Смоленском. И это действительно так. Но вы знаете, если, не дай бог, такое произойдет, виноват в этом будет сам режим, путинский режим. Почему? Потому что понятие в РФ союзник заменено на понятие вассал. Вот смотрите, у Соединенных Штатов Америки много союзников. И один из теснейших союзников, союзник первого круга, это Великобритания. Сейчас США сильнее Великобритании и в экономическом, и в военном, и в промышленном плане, в любом, и в человеческом потенциале тоже. Но каждый раз, когда в Великобритании проходят выборы, меняется правительство, меняются какие-то там высшие эшелоны власти, и там бывают непредсказуемые перемены, происходят, Соединенные Штаты Америки не вмешиваются в выборы, понимаете, не вмешиваются никоим образом в выборы и не пытаются. Там вначале американцы когда-то пытались с союзниками такого низкого уровня эти дела устраивать, и устраивали. Но кончалось это всегда вонью, скандалами, грязью и так далее. Если союзник, то союзник по доброй воле, свободный союзник по своему выбору. А если вассал, тогда вассал подконтрольный, понимаете. И да, есть у Соединенных Штатов Америки огромное количество государств, как бы союзников, но де-факто вообще фактически на вассальном положении, вот, как минимум в военном плане. Я не буду кривить душой, я вовсе не про западный, я не про восточный, я про российский. Я хочу, чтобы у нас было свое государство, своя земля, со своей культурой, со своим спокойным, мирным, добрым путем развития, без этого геноцида и ужаса. Что же произошло? Вот почти три десятилетия правит Александр Лукашенко в Белоруссии. И да, как бы стабильность, действительно, он не дал разрушить промышленность, это его заслуги, их множество. Но почему же множество людей в Белоруссии так к нему относятся? Копаться в этом я не имею права даже особого, потому что я не белорус на самом деле. И в отличие от тех, кто как бы топит за Лукашенко, я не буду лезть в дела Белоруссии. По-хорошему бы провести честные выборы, еще раз, перевыборы, действительно, чтобы люди сами решили. Может быть, правда, большинство хочет, чтобы Александр Григорьевич Лукашенко остался у власти. Так вот, по-честному. Но вместо этого происходит какая-то адская вакханалия с избиениями людей и так далее. Да, здравствуйте, друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. По мере вашего желания и возможностей поддержите мой труд. Я в этом нуждаюсь, как независимый, знаете, как деятель в области общественного просвещения. Обозреватель, скажем так. Вот. Все дело в том, что у нас с Белоруссией и с Украиной понятия братья были заменены на понятия вассалы. Вот эти газовые войны. Разве братья будут ссориться из-за газа какого-то там? И т.д. и т.п. Какие-то повышения цен на нефть, на газ для Минска и прочее, и прочее, и прочее. Какие-то небратские мелочи, одна за другой. А сейчас, крики, мы не хотим базу НАТО под Смоленском. Я не хочу базы НАТО под Смоленском. Я хочу, чтобы Беларусь была свободной, прекрасной страной, братской для России страной. Но поймите, это невозможно держать целую страну вассалом, которая сейчас уже, как бы то ни было, но вкусила свою независимость. Пора принять этот факт. Это уже факт. И разговаривать с белорусами на языке силы не получится. И это неправильно, это оттолкнет их навсегда. И вместо «мы» будут «они» и «мы». Вот так вот. Что сейчас будет? Если действительно Москва начнет вводить войска и там проводить «Минск наш», вот какой-то ужас такого рода, не дай бог, не дай бог. Это действительно навсегда оттолкнет. Что должна сделать Россия в такой ситуации? Россия должна, конечно, пожелать Белоруссии мира, спокойствия, призвать Александра Лукашенко к порядку, избегать насилия и так далее. Вместо этого происходит какое-то безумие. Александр Лукашенко по телевизору говорит, что все трудоустроились, что бунтуют одни безработные. И кто не трудоустроился, тот виноват. Кто не спрятался, я не виноват из этой серии. Понимаете? Это же ужас. Ужас. Ну, просто должно быть так, что вот хорошо, белорусы проголосовали, выбрали себе нового руководителя страны, старый тихо ушел на покой, пользуется неприкосновенностью, по закону, все хорошо, красиво. А российская сторона озабочена только одним. Новый лидер государства, кого бы не выбрали белорусы, также подтверждает полную приверженность союзническим отношениям между Россией и Белоруссией. И все. А как они будут жить? Какое наше, блин, дело, друзья? Это я обращаюсь к своим соотечественникам, людям России. Необходимо принимать реальность такой, какая она есть. Считать, что Белоруссия под нами и так далее. Вот это под нами, это на самом деле прошлые века, от этого надо избавляться. Понимаете, я год назад даже больше снял ролик, нам нужна не революция, но эволюция. Я повторюсь, нам нужна эволюция. Нам надо убить в себе маленького тирана, в каждом из нас. Вы что, с братом на языке силы разговариваете? Плохи ваши дела тогда. Друзья, вот, собственно, такая моя мысль. Не нужен Минск наш, России, не нужен. России нужна сильная, братская, союзная Беларусь. Вот, вот что нужно России. И чтобы, и уважение к белорусам, понимаете, к выбору белорусов, к достоинству белорусов как народа, понимаете. А вместо этого происходит какая-то муть, очередная вассальная муть. Просто, ну, а когда все начинает идти по пути беззакония, которые, в принципе, учинили официальные власти Минска, то дальше начинается ответное беззаконие, понимаете. И могут быть расторгнуты и союзы, и договоры, и прочее, 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 понимаете. Главный урок, который надо извлечь из правления, не только путинского, из правления в республиках бывшего, в странах бывшего Советского Союза, это то, что беззаконие противопоказано нормальным людям. Не нужен нам хаос. Их управляемый хаос нам не нужен. А вот отношения на основе, вот действительно, братства подразумевают уважение, уважение к выбору. Ну, выбрали они себе там Тихановскую, кого угодно выбрали, и все, отлично. Москва отправляет посла и говорит, ну, как, Светлана, вы ведь придерживаетесь, будете придерживаться союзнических договоренностей Минска и Москвы? Она говорит, да, конечно. Все, разговор закрыт. Живите, радуйтесь, как хотите. Вот так. Да, я слышу много слов про то, что там будет разграблена неизбежно Беларусь. Беларусь это не только Лукашенко. Точно так же, как вот я слышал, без Путина не будет России. Вот такая вот жуткая хрень. Ну, то, что в Беларуси относительно соблюдается порядок, то, что там с уважением относятся к людям старшего возраста, и до недавнего времени не били женщин, не таскали их за волосы, это заслуга не Александра Лукашенко, а народа, всего народа. То, что не развалилась промышленность, это не только Лукашенко заслуга, но и всего народа. А зря он так. Понимаете? Впрочем, я думаю, удерживание власти было не только его решением, и удерживание такими зверскими способами. Это тоже тайные игры, понимаете? И игры с разумами людскими. Так, чтобы рассорить Россию и Беларусь, на самом деле. Чтобы ассоциировался у них батька Лукашенко с Москвой. Блин. Не знаю, конечно, возможно, я идеалист, и за каждым кто-то стоит, и за Светланой Тихановской, возможно, стоит волосатая рука мирового закулисья. Хотя вот ее выбирали исключительно протестным уже голосованием. Насколько я понимаю, она не Жанна Дарк далеко, просто хороший, честный человек. Но вот это было протестное голосование. Беларусы должны иметь право выбора своего, право выбора своего пути развития. И тогда с них можно будет спрашивать, придерживаетесь ли вы наших с вами договоренностей, союзнических, братских договоренностей. И вот тогда это будет на их совести. А вассал и союзник – разные вещи. Запомните это. Пора нам учиться эволюционировать, учиться уважать друг друга и, эрго, следовательно, самих себя. Что же, еще раз подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду на то ваша воля и желание поддержите мой труд. И повторюсь, я не хочу никаких баз НАТО под Смоленском. Спасибо Бог. Я вообще хочу, чтобы Россия, Беларусь и Украина были максимально близки, вместе, примирились. Несмотря на то, что я сейчас из Украины, вот от этого пранкер Вальнов, такой достаточно мерзопакостный, мерзопакостные вещи, творящий персонаж. Вот он активно, активно сейчас, как говорится, топит за свободную независимую Беларусь. При этом призывает от белорусов к ненависти по отношению к рашке. Так он называет нашу страну. И те, кто будут ратовать за военную помощь режиму Лукашенко, на самом деле действуют совместно с Евгением Вальновым. Такой вывод. И так и есть. В одну сторону, один вектор. Россия должна, блин, настраивать белорусов дружественно и братски по отношению к себе, а не отталкивать их. Вот такое мое мнение. Блин, как было бы просто, если бы вот прошли там выборы, Россия послала своего представителя, поздравила с исходом выборов, нового победившего президента, спросила бы, придерживаетесь соглашения, придерживаемся. Все, отлично. Вот и все. Блин, да расти бы нам до этого, эволюционировать бы нам до такого. Брат не должен держать брата в намордниках и угрожать ему.